Крупнейшая эвакуация после Сэнди, то есть за последние 4 года ураган Мэтью приближается к восточному побережью США со скоростью 205 км в час. Число жертв стихии в Карибском бассейне достигло 136 человек. Американский национальный метеорологический центр присвоил этому урагану пятую категорию, что означает максимальный уровень опасности. По прогнозам уже к утру пятницы стихия накроет сразу 4 американских штата, Северную и Южную Каролину, Джорджию и Флориду. А это означает угрозу жизни примерно для полумиллиона человек. Они подлежат обязательной эвакуации. Еще полутора миллионам настоятельно рекомендовано уехать. Накануне президент США Барак Обама призвал жителей береговой зоны подумать прежде всего о своей жизни, а не о собственности. А сегодня губернатор Флориды Рик Скотт предупредил граждан штата о смертельной опасности. Это серьезно. Не рискуйте. Малейший маневр шторма может стать роковым. Нам надо готовиться к прямому удару. И повторяю еще раз. Если вам рекомендуют эвакуироваться, а вы еще не сделали этого, уезжайте сейчас. Этот шторм убьет вас. Время уходит. У нас мало времени. Длительное отключение электричества, нехватка бензина и продуктов питания в течение нескольких дней. Это минимальный ущерб, который прогнозируют власти. Береговые штаты заранее запросили помощь Нацгвардии для ликвидации возможных последствий. Паника уже вызвала огромные пробки на шоссе, дефицит на заправках и в магазинах. Гостиницы переполнены на расстоянии четырех часов езды от океана. В районе Южной Флориды от Палм-Бич до Майами-Бич проживает, по разным данным, от 200 до 250 тысяч русскоязычных граждан. Подавляющее большинство из них приняли решение не покидать свои дома. Часть все-таки уехала. Мы узнали от наших зрителей по скайпу, что происходит сейчас в Майами. Мы поехали запасаться продуктами и бензином вчера вечером, после того, как уже просто телефон раскалился от звонков знакомых о том, что как ты заправилась бензином, когда мы будем наконец выезжать. И сколько хлеба ты купила. Из каждого кипятильника звучит ураган, хорикейн, запасайтесь и так далее. То есть, естественно, определенная паника какая-то была. Но вот я сегодня утром наблюдала людей, которые шли на океан отдыхать. Вот, то есть, ну, кто-то уехал. Но в основном, еще раз говорю, все запаслись устраивать себе хорикейн-пати. Снимал. Я живу в Сан-Иллз. И я посмотрела по карте, что там предполагается в любом случае сильный ураган. И так как в последний раз, когда это было, мне совсем не понравилось, то я решила уехать. Слава богу, у меня есть друзья в Нейпл. А в принципе, на расстоянии часов, ну, 5-6 часов от Майами гостиниц нигде нету, все переполнено. Не знаю, надеюсь, что и тут ничего не будет. Но, конечно, это не отдых, никакой не векейшн, потому что я все-таки переживаю за людей, которые там. Количество штатов, оказавшихся в зоне бедствия, может увеличиться, не исключили в Белом доме. Те из вас, кто следят за ураганом, знают, что прогнозы погоды и предполагаемая траектория движения шторма за последнюю неделю несколько раз менялись. И вполне вероятно, что это произойдет еще раз. Мы призываем вас быть в курсе изменений. При этом за ночь стало ясно, что шторм усилится. Это нас глубоко беспокоит. Будьте готовы. Напомню, ранее власти США заявили о том, что ураган может пройти через американскую столицу и город Нью-Йорк. Затем прогнозы скорректировали. По последней информации, ураган северо-востока страны вряд ли достигнет.